Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и актуальные события. Сегодня говорим о массированном наступлении ВСУ в районе Новодонецкого, попытках форсировать Днепр и обстановке на Харьковском направлении. ВСУ начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под угледаром Донецкой Народной Республики. В Херсонской области украинские формирования продолжают обстреливать противоположный берег, создавая условия для форсирования Днепра. Сроки начала операции на Днепре зависят от успехов ВСУ на Ореховском участке, поскольку движение вглубь возможно только при прорыве через первую линию обороны Вооруженных сил России. Текущую обстановку и ближайшее развитие событий на линии боевого соприкосновения обсудим с полковником запаса, ветераном боевых действий, Геннадием Алехиным. Он на связи с нашей студией. Здравствуйте, Геннадий Тимофеевич. Доброе утро. ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку. Видимо, для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкой. Туда переброшены дополнительные ресурсы, в том числе там уже замечены вот эти танки британские Челленджеры, которые раньше пытались беречь. Можно говорить о том, что противник пошел ва-банк и предпринимает все усилия для того, чтобы хоть какого-то успеха добиться в этом летнем контрнаступлении? Да, сейчас практически по всей линии фронта идут напряженные упорные бои. Вы упомянули угледарское направление. Противник пытается наносить удары именно по населенным пунктам. Главная цель противника на угледарском направлении – это взять под огневой контроль в первую очередь Волноваху и попытаться также взять под огневой контроль важную трассу Мариуполь-Донецк. Поэтому они туда бросают дополнительные силы, скажем так, из состава резерва. Но так как все горячие точки на всех направлениях линии фронта так или иначе взаимосвязаны между собой, сейчас вырисовывается, в общем-то, следующая картина. На двух направлениях – Запорожье и Южно-Донецкое – мы ведем активные оборонительные действия. Можно сказать, мы находимся в стадии активной обороны. Что это означает? На том или ином участке противник где-то ведет какие-то наступательные действия, выходит из-под огневого воздействия, вернее, выходит на какой-то более-менее оперативный простор, что позволяет нашим огневым средствам не только наносить прямые удары, но и заходить с флангов. Но это такая, знаете, тактика общевойскового боя. Вот в чем заключается, если так, в двух словах. Активная оборона мы занимаем и где-то пытаемся контратаковать. Касательно запорожского направления. Многие тоже, на мой взгляд, выскажу свою точку зрения, в общем-то, где-то не понимают, вот что такое линия обороны, что такое полоса обеспечения. Вот называют предполе. Да, в просторечии даже и военные сами называют предполе. Это полоса обеспечения. Потом идет линия обороны. Первая там, вторая, третья. Украинская сторона делает какие-то вбросы. Вбросы намеренные. Некоторые наши военкоры, блогеры на это ведутся, говоря о том, что первая оборона у нас не очень, а вот вторая линия у нас укреплена до такой степени, что украинцы говорят наоборот. Такой диссонанс какой-то наблюдается в информационном пространстве. Я бы здесь вспомнил легендарные слова Наполеона Бонапарта. Не ругайте солдата, который идет не в ногу. Только военным видно на том или ином участке, как действовать. Командиром разных степеней и генералом. Всякое может быть на линии фронта, случаются и неудачи, случаются какие-то тактические просчеты, но именно военным виднее, как действовать конкретно на этом направлении. Поэтому необходимо в этой ситуации как раз тот момент, когда нужно действовать по факту, не опережая события по факту. Вот, допустим, к примеру, Роботино. Вокруг этого Роботино чего только не говорится. И два дня назад, что мы взяли. И вчера говорили, что 76-я десантная дивизия зашла с флангов. Сегодня уже, что мы Роботино оставили. Понимаете, какая-то такая несуразница. Не надо бежать впереди паровоза. За Роботино идет действительно опорные бои, но это точка на карте. Это один из участков. Да, важный участок, но та же тактика общевойсковое боя позволяет в зависимости от ситуации, от обстановки. Мы можем отойти, занять заблаговременные позиции, занять позиции на высотках, как было в пятихатках. Мы отошли, они попали в огневой мешок. Сейчас, да, большая часть населенного пункта Роботино контролируется в СССР. Но это не означает, что мы там допустили какое-то поражение и отступаем. Вовсе нет. Все зависит от ситуации обстановки на конкретном участке. А там продолжаются опорные бои. Извините, что перебил. Правильно я вас понимаю, что не следует обращать внимание на слова украинского генерала Тарнавского, который говорит, что вот мы прорвали первую линию обороны русских, они затратили там 60% времени и ресурсов на ее создание, а вторая, третья линия, ну они такие более слабые, мы уже пойдем прямым ходом. Тарнавский лукавит, а попросту врет. Даже сами украинцы, даже самые авторитетные специалисты из Пентагона признают, что основные там, так скажем так, движения, основные боевые действия идут в полосе обеспечения и кое-где в СССР удается на каких-то участках продвинуться ближе к первой линии. Касательно, опять же возвращаясь, как написано во всех учебниках, первая линия создается для чего? Для того, чтобы противник, даже ее прорывая, потерял большое количество сил и средств и уже во второй линии мы его встречаем по полной программе. Но это не означает, что сейчас в условиях того, как у нас построена, ну ее называют линия Суровична, оборонительная, никто не знает, 60%, 80% находится на первой, на второй линии. Это несколько линий обороны построено с учетом нынешней ситуации на фронтах, наличия сил и средств и так далее и тому подобное. Поэтому я бы не стал вообще серьезно относиться к этим заявлениям украинских генералов. На месте нашему командованию виднее, а факт остается фактом, первая линия обороны еще не прорвана противником, ведут упорные тяжелые бои. Касательно Харьковского направления, Купенского, как вы уже говорили. Вот тут же опять такой момент. Если Южно-Донбасское и Запорожское направление мы ведем активную оборону, а я еще раз подчеркну, это по-прежнему направление главного удара со стороны ВСУ, и оно не менялось, то на Купенском направлении здесь уже есть наступательные действия с нашей стороны. Я не скажу, что они носят широкомасштабный характер, но активные наступательные действия буквально с каждым днем развиваются и усиливаются. Противнику, скорее всего, и как говорят специалисты, и какая информация приходит с мест, им не удастся удержать плацдарм на Левобережье. Потому что, ну если они еще понимают, умные, а сырский не дурак далеко, генерал ВСУ, который руководит этим направлением, он понимает, что если мы зайдем с флангов, то они просто окажутся в окружении на полосе где-то порядка от 40 до 70 километров на Левобережье Оскол, они уйдут на правый берег. Не случайно, поэтому они стараются сейчас в спешном порядке проводить фортификационные, оборонительные, а также устанавливать минные поля к урезу правого берега реки Оскол. Они боятся прорыва нашего в этом направлении, в этом стабилизировании? Естественно, потому что они понимают, что плацдарм на правом берегу так или иначе, если мы ведем там наступательные действия, а уже вырисовывается конкретная задача. Опять мы, я так опять высказываю свою точку зрения, мы оставили в результате перегруппировки в 22-м году этот крупнейший транспортный, логистический, оперативно-тактический, если хотите сказать, стратегический узел, изюм Балаклея-Куперс. Естественно, мы сейчас пытаемся его вновь захватить. И Сырск это прекрасно понимает, но здесь такая особенность, я не думаю. Опять же, некоторые бегут впереди паровоза. Мы не будем тупо штурмовать Купенск. Как, к примеру, ситуация в Бахмуте там была немного другая, но Купенск это не Бахмут. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, там будут населенные какие-то маневренные фланговые удары с нескольких сторон. Почему сейчас украинская сторона в первую очередь ведет оборонительные сооружения юго-восточнее Харькова? Между Харьковом и Белгородом, между прочим, там такая довольно обширная, широкая полоса по протяженности государственной границы между Украиной и Россией, Харьковско-Белорусской областей. 40 километров там от границы, со стороны Шебекина и в сторону Харькова. Они там на важнейших узловых транспортных, скажем так, магистралях, логистической такая цепь, допустим, Липцы, Русская Лазовая, Русские Тишки, они сейчас тоже там и блиндажируют, и минные поля. Они понимают. И я думаю, что Сырский знает историю. Просто я не знаю, как наши будут действовать. Генштаб никто никакими планами не делится и правильно делает, они сами знают командиры на местах. Но не следует забывать историю. 80 лет назад в этих же местах была сумасшедшая Курская битва. И в 42-м году мы потерпели, к сожалению, попали в котел под Барвенково, когда фонд Клейст ударил с Мелитополя ударной группировкой. Ну, в 43-м году, когда Майнштейн стоял в этих местах, а генерал Катуков ударил со стороны Шебекина, Волчанск и севернее Харькова, вот как раз севернее Харькова туда, в сторону Болтавы. Мы отсекли полностью этим, таким ударом отсекалась вся Донбасская и Южно-Донбасская группировка немцев еще в то время. А Харьков был блокирован, и фактически Майнштейн ушел за Днепр, а немцы фактически не сопротивлялись уже 23 августа, в день освобождения Харькова в 43-м году, 80 лет назад. Я просто почему, к чему я привел этот пример. Та же местность, те же холмы, те же водоемы, те же реки. Тактика, конечно, меняется с условием современных реалий. Но об этом, я думаю, помнят и наши командиры, и украинская сторона. И с учетом того, что сейчас мы активно действуем на этом направлении, скажем так, Кутинска, Харьковска, Белгородская, а не забывайте, что Белгородская пригранища, шесть районов, год находится под обстрелом, год, каждый день обстреливают, каждый день. То есть здесь активность нашей страны будет, я думаю, с каждым днем нарастать. Министр обороны России Сергей Шайгулу сообщил, что вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли 66 тысяч человек в живой силе и 7,6 тысяч единиц вооружения. Потери огромные. Но я так понимаю, что с ними никто не считается. Нужен успех, успех любой ценой. И именно сейчас, пока не начались дожди, сезон дождей, распутится и так далее, когда эти наступательные действия будут затруднены. То есть вот эти предстоящие месяц-полтора будут самыми ожесточенными. Да, вы совершенно правы, Владислав. Сентябрь, октябрь, вот эти полтора-два месяца самые напряженные. Распутится осенняя, конечно, влияет на действия противоположных сторон. Оно, может быть, не имеет решающего, значения, но влияет, влияет, распутится. Здесь ничего не скажешь. Поэтому и наша сторона будет пытаться активно действовать именно на направлении Купенской, чтобы как можно больше захватить важнейший вот этот плацдарм. Украинцы будут пытаться зубами держаться за Харьков. И вот эта агломерация Купенский, Зюм, Балаклея на Южно-Донбасском и Запорожском они будут пытаться любой ценой прорваться как может дальше по направлению к Мелитополю, Бердянску, Волновахе, туда, в сторону Азовского моря. Поэтому они, конечно, не жалеют своих подчиненных и личных составов. В эту мясорубку бросают все новые и новые силы. Наряду с резервом боеспособных подразделений в бой они бросают те оборонщиков, которые проходят, ну как раньше было принято курс молодого бойца, у нас месяц-полтора был, советская армия, то здесь он составляет от трех до пяти дней. Вы понимаете? То есть неподготовленных бойцов кидают на передовую. Поэтому у них такие огромные потери. Действительно, потери у них огромные. Спасибо, Геннадий Тимофеевич. Я напомню, у нас на связи был полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Это программа Акцент дня. Смотрите нас ежедневно на канале Справедливая Россия и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин